Друзья, всем огромнейший привет. Оболочка One UI 5 и Android 13 от Samsung прилетела мне на аппарат в конце ноября 2022 года. Я недельку походил с этой системой и теперь могу высказать вам свое честное и объективное мнение по поводу обновления, рассказать вам об основных нововведениях, которые зашли мне в процессе использования. На ютубе уже естественно вышло много роликов подобного содержания, но я уверен, что лишним мой взгляд на Android 13 с оболочкой One UI 5 не будет. Не могу сказать, что меня прям как некоторых блогеров перевернуло это обновление и то, что это прям лучшее, что могло произойти, но определенные интересные моменты все-таки есть. Напоминаю вам то, что у меня аппарат на Snapdragon для рынка Гонконг. Ну и что, наверное, можно начать, но конечно перед этим я попрошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Комментарии по результату просмотра ролика будут тоже очень даже кстати. Все, теперь точно поехали. Первым, что бы хотелось выделить, это новый жест многозадачности. Супер удобная функция разделения экрана. Я вам могу с уверенностью сказать, что пользуюсь этой функцией каждый день и не по одному даже разу. Для меня это действительно та функция. Для того, чтобы использовать эту функцию, переходим в режим многозадачности. Потом зажимаем иконку приложения. И смотрите, можно разместить внизу, можно вверху, можно сделать плавающим. Мы выбираем, куда разместить. Оно у нас появилось вверху. А внизу мы выбираем приложение партнера для нашего первого выбранного приложения. Пускай это будет белпочта. Смотрите, вот так вот у нас теперь два приложения располагаются. Также можно сохранять пару этих приложений, нажав на звездочку, либо поменять их местами. Вот видите. Если мы сохраняем пару приложений, мы можем добавить это дело на главный экран. И у нас появляется вот такой ярлычок, переходя по которому мы сразу открываем сгруппированные между собой приложения. Как по мне, это очень отлично, очень удобно, особенно какой-то органайзер, калькулятор и тот же ютубчик так вот совмещать. Прекрасная функция? Прекрасная. Двигаемся дальше. Вторым интересным для меня нововведением стало редактирование меню экрана блокировки. Заходим в раздел обои и стиль. И здесь мы можем, нажимаем сюда, и смотрите, мы можем менять интерфейс и стиль часов, увеличивать, либо уменьшать размер, менять тип уведомлений. Можно делать строкой, можно делать вот такой вот маленькими значками. Также мы можем менять при необходимости прозрачность, видите, от полностью непрозрачного к полностью прозрачному. Но мне больше нравится вот такой маленький. Также в этом разделе мы можем изменять палитру цветов. То есть, если раньше было всего лишь 4, то теперь от 8 до 16 предложенных вариантов цветов в зависимости от стиля обоев, которые вы выбрали. То есть, в данный момент оно дает 8 вариантов. И также можно применять эту палитру к значкам. Также можно менять приложение быстрого запуска. И вот здесь контактные информации можно оставить для себя. Если вы нашли этот телефон, позвоните по номеру такому-то. Очень удобно. Приложение тоже по умолчанию стоит. Звонок, контакты и камера. Но мы можем выбрать с вами все, что угодно. Музыка, банк. То, чем вы чаще всего пользуетесь. Следующим пунктом, который мне бы хотелось отдельно отметить, это функция закрытия фоновых приложений в меню многозадачности. Это, по идее, должно положительно сказаться на автономности. И для того, чтобы использовать эту функцию, смотрите, мы переходим в режим многозадачности. Нажимаем закрыть все. Но при этом у нас вверху есть вкладочка. То, что два активных фоновых элемента. И мы видим то, что у нас YouTube и Huawei Health. Huawei Health, понятно, идет синхронизация с моими часами. Поэтому мы его не закрываем. Но по остальным функциям мы уже тогда смотрим, есть ли необходимость у нас их использовать. Мы можем нажать на стоп и остановить приложение, которое работает в фоновом режиме. Четвертым интересным, на мой взгляд, пунктом является это замена фона при звонке. Для того, чтобы поменять фон, необходимо зайти в контакты, выбрать абонента. Вот я выбрал свой второй номер. Нажать кнопочку «Редактировать». Видите, «Изменить». И внизу будет вкладка «Нажать развернуть фон при вызове». Здесь можно выбрать уже предложенный какой-то фон и установить его. Либо нажать на плюсик и выбрать из галереи подходящий фон. Допустим, какую-нибудь фотографию. Пятым нововведением, пока не до конца оцененным мной, к сожалению, является изменение взаимодействия с виджетами. Появилась возможность делать так называемые стеки виджетов. В них можно собрать до трех самых часто используемых каких-либо виджетов в один и пролистывать их свайпами, либо ставить автоматическую прокрутку. Для этого, смотрите, вот мы выбираем виджеты. Что мы выберем? Давайте, допустим, что мы с вами часто используем. Мы используем погодам. Отлично. Погода, наверное, была не совсем удачной решением выбирать, потому что долго идет синхронизация, но это не важно. Потом, смотрите, мы удерживаем виджет погоды и появилось у нас тут вот окошко «Создать стек». Мы можем сюда добавить, допустим, переводчик и мы можем сюда изменить набор, добавить, допустим, спортивные приложения. И, в принципе, я вам сказал то, что до трех виджетов, но, походу, все-таки можно больше. Ну и, допустим, Samsung интернет-поиск добавить. И, смотрите, можно даже дальше добавлять. Давайте уже ради интереса добавим «Белпочту». И дальше мы можем добавлять. Ну, ладно, дальше мы уже не будем разгоняться. И вот, видите, есть автоповорот виджетов. То есть, если мы его выключаем, то нам нужно вручную перелистывать. Если мы его включаем, они будут листаться автоматически. И вот, смотрите, допустим, виджет почты. Написано то, что мне посылка вручена. Идем назад. Поисковик интернет у нас запускается. Все отлично. Идем дальше. Сегодня нет не начавшихся матчей. Идем дальше. Переводчик. И идем дальше. Погода. Удобно, но, возможно, для, так сказать, оптимизации места на рабочих экранах вполне удобно. Пользуетесь ли вы таким? Напишите в комментариях. Также появился умный смарт-виджет. Мы переходим тоже в виджеты. И вот, видите, смарт-рекомендации. Мы их можем добавить на главный экран. И смарт-рекомендации в зависимости от времени суток, в зависимости от опыта предыдущего использования, предлагает наиболее частые используемые в это время приложения. Они постоянно меняются в зависимости от того, как идет ваше взаимодействие с аппаратом. Удобно? В принципе, думаю тоже, если у вас хаос на рабочих столах, то вполне удобно вот видеть вот это вот все основное. Но поскольку у меня на рабочих столах порядок, опять-таки, я не вижу особой необходимости пользоваться данной функцией. В предыдущей версии One UI 4.1 стеки виджетов не делали. Смотрите, нажимаю на погоду, и можно просто убрать, либо нажать на настройки. Открываем меню виджетов на One UI предыдущей версии, и видим смарт-виджеты. Как можно наблюдать, смарт-рекомендации отсутствуют. Смарт-виджет есть и прекрасно работает. Можно настроить сделок текущего виджета, можно добавить какой-нибудь другой виджет. Допустим, A1, переводчик. И все точно так же интуитивно меняется и добавляется. Напомню вам то, что это вставка предыдущей версии One UI 4.1 Android 12. Если мы с вами перейдем в настройки, переместимся по меню практически в самый низ, в подразделе «Обслуживание устройства» у нас появилась функция «Режим обслуживания». Режим обслуживания — это функция для того, чтобы вы могли дать свой телефон, допустим, в ремонтную мастерскую, либо каким-то третьим лицам для использования, и они не могли там посмотреть вашу конфиденциальную информацию. Полезна ли эта функция? Ну, с учетом того, что телефоны Samsung, по моему опыту, ломаются нечасто, наверное, она не сильно полезная будет и не сильно востребованная, но иметь такую возможность отключить доступ к своим конфиденциальным данным — это всегда прекрасно. Поэтому да, однозначно ставим лайк и плюсик этой функции. На Android 12, U1, UI 4.1, это все выглядело вот так вот. То есть обновление ПО и диагностика. Следующее, чуть не забыл вам рассказать, это об изменении иконок приложений в шторке. Иконки стали более читаемые, более цельные, что ли, если так сказать. К сожалению, у меня сейчас не очень много там информации, да, но смотрите, вот я вам так вот покажу то, что они все такие в едином стиле как бы стали. И сейчас я вам добавлю где-то вот здесь вот выскочит, как оно было до этого. То есть оно так вроде и незаметно, но реально понимаешь, насколько раньше было неудобно и насколько раньше было не за что уцепиться взгляду, сфокусироваться, то есть как-то все разрознено, а сейчас все в одном стиле, все четко, комфортно и удобно. Поэтому вот на это нововведение тоже обязательно надо обращать внимание. Использование стало реально лучше. Теперь перейдем к нескольким фишкам камеры. Первое, это водяной знак. Водяной знак, он подразумевает то, что мы можем вывести на фотографии, допустим, название модели, либо написать какую-то свою информацию, любую какую угодно, либо название модели, дата, время, ну и либо их что-то одно из предложенного. Опять-таки для меня эта функция не сильно важна, но я знаю точно то, что некоторым людям по работе важно именно фиксировать время, фиксировать место, делать какие-то пометки на фотографиях. И поэтому я вполне допускаю то, что эта функция будет для некоторых людей востребована. Также появилась функция, это извлечение текста из фотографии. Смотрите, специально для вас я сделал фотографию текста, но, к сожалению, на моем аппарате для Snapdragon она работает не совсем корректно. Вот я нажал на буквочку T, он определил текст. Теперь я могу его вполне спокойно, видите, как выделить. И дальше я могу нажать, допустим, перевести. Но, к сожалению, смотрите, какая абра-кадабра у меня получается. То есть он этот текст воспринимает не как русские буквы, а вот так вот. Если вы знаете, как это исправить, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я, к сожалению, в настройках копался, так и не нашел. Эта функция для меня была бы полезна, но, к сожалению, еще раз покажу вам то, что текст у меня нормальный, русский, а выходит вот такая абра-кадабра. Поэтому, если вы знаете, как решить эту проблему, обязательно пишите в комментариях. С удовольствием к вам прислушаюсь и использую предложенные вами способы. Настройки камеры выглядят вот так вот на One UI 4.1 Android 12. Еще одна не до конца оцененная мной функция – это функция режима и сценария. Смотрите, в этом, так сказать, подразделе мы можем с вами определить алгоритм использования устройства по принципу «если то». То есть, допустим, если я нахожусь за рулем, когда подключено устройство Bluetooth, то, допустим, у меня отключаются вызовы, либо у меня включается какое-то, там, не знаю, мобильное радио, да, или, допустим, отдых. Если я нахожусь где-то либо в определенном месте, либо в определенное время, у меня там тоже включается, допустим, режим защиты зрения и какие-то дополнительные функции. И благодаря этому телефон понимает, где вы сейчас находитесь, либо как вы его используете, и вам не нужно ручками ничего выставлять, он адаптирует все эти функции под вас. Опять-таки скажу то, что для меня, к сожалению, эта функция не до конца актуальная. Ну и, наверное, последнее, что бы хотелось отметить, это уже десятый, может быть, даже и одиннадцатый пункт, это приложение «Эксперт.ром». Оно тоже обновилось. В нем появились дополнительные функции и настройки для того, чтобы делать астрофотографию. Это приложение использует гироскоп, использует GPS вашего телефона и, в принципе, благодаря этому позволяет определить вашу локацию по отношению к небу и сделать качественную астрофотографию с выдержкой до десяти минут. Интересно будет, конечно, использовать это приложение в жизни, посмотреть, как же там будет получаться, что вот видите, даже есть тут небесный путеводитель, скрыть, показать, то есть очень хочется выйти к звездному ночному небу и посмотреть, действительно ли он будет рисовать какие-то созвездия и быть путеводителем по небу. Но, к сожалению, пока что я этого проверить не могу. Также в нем в «Эксперт.ром». Кстати, те, кто не знают, это официальное дополнительное приложение Samsung для того, чтобы делать фотографии в RAW-качестве. Поэтому, если у вас его нет, то обязательно скачивайте его из Samsung Gallery или, как там называется, в магазин приложений Samsung. Также появилась возможность сделать фотографии с двойной экспозицией. И еще раз обращаю внимание, что это именно для RAW-фотографии, так сказать. То есть для того, чтобы потом ручками редактировать и допиливать свое творчество. Да, друзья, конечно, это далеко не все фишки One UI 5 и Android 13. Скажу так, в плане работы я изменений сильно не заметил. Все работает быстро, все работает хорошо, так же, как и до этого. В плане автономности. Вот смотрите, вам скриншот, да. Это уже после того, как я обновился. Что у нас мы тут видим? 12 часов 41, 1 минута – это общая работа. Из них 3 часа 41 – это экран, 8.59 – это с выключенным экраном. Остаток 18%. Следующий скриншот у нас 15 часов 29 минут, 4 часа 2 минуты экран и остаток 22%. И, наверное, последний сделанный мной скриншот именно после обновления – это вы 14 часов 55 минут работы, 4.37 экран и 10% остаток батареи. То есть, в плане автономности все осталось плюс-минус так же, как и было. Ну и, наверное, вот это были, так сказать, топ 10 от меня фишек One UI 5 и Android 13. Надеюсь, этот ролик был вам полезен. Обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. Огромное спасибо вам за просмотр. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. Впереди еще много всего интересного. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.